Народный артист России, профессор Александр Кузин. Здравствуйте. Для чего человеку необходим театр, на ваш взгляд? И для чего лично вам? Сейчас, секундочку, у нас задний план. Все? Сейчас, 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 нет, еще чуть-чуть. Это очень трудный вопрос. Для чего необходим театр, человеку, сегодняшнему? На мой взгляд, сегодняшнему человеку театр не нужен. Но театр, как, пожалуй, ну только музыка еще может быть, воспитывает в человеке чувства. Это, он занимается таким воспитанием чувств, чего, на мой взгляд, уходит сегодня. И из театра уходит. Наш технологический мир, он становится каким-то другим, жестким, непримиримым. Хотя, может быть, он был всегда таким просто. Мы его хотели видеть немножко другим. Зачем мне театр нужен? Почему я этим занимаюсь? Ну, во-первых, я занимаюсь всю жизнь тем, что я люблю. Мне это интересно. Я не задавал себе вопросом, зачем мне нужен театр, когда я был молодым. А сейчас, пожалуй, этот вопрос задавать поздно. Потому что я всю жизнь занимаюсь театром. И я занимаюсь делом, которое я люблю, которое мне нравится. Я в этом смысле счастливый человек. Это невероятно трудно. Потому что, когда я начинал заниматься театром, я не понимал, на самом деле, что это такое. А потом, когда я раскусил, в чем прелесть этого дела, я уже оторваться от этого не мог. Поэтому для меня это такая возможность рассказать и о себе, и о времени, и о людях, которые находятся рядом со мной, и не только рядом. Возможность. И если не часто, но получается, и иногда получается, то, конечно, это невероятная какая-то прелесть. Ощущать, что ты становишься слышимым. Люди начинают тебя слышать. Расскажите, пожалуйста, как вам представляется будущее театра? Каким оно будет? Хотелось бы, чтобы было интересным. Хотелось бы, чтобы было талантливым. Хотелось бы, чтобы было разнообразным, нескучным. Хотелось бы, чтобы театр был всегда живой. Потому что театр – дело молодое. Хотелось бы, чтобы он был молодым. Но это мои мечты. Несколько слов о ваших учителях. Их было много, потому что одни, у которых я непосредственно учился в институте, сначала актерскому мастерству, потом режиссуре. Потом, когда начал работать в театре, там были учителя свои, артисты очень известные, большие артисты. Потом я познакомился, был в лабораторе… Извините. Алло. Подождите, ребята, я сейчас интервью дам и спущусь к вам. Потом, когда я познакомился и начал заниматься в лабораториях, Георгий Александрович Товстоногова, сидел на репетициях у Анатолия Васильевича Ефроса, был много лет в лабораториях Туманишвили. Там начались другие уроки, профессиональные уроки. И встреча с этими магами, с этими волшебниками, с этими богами, небожителями, собственно говоря, и сформировала то, что сегодня во мне есть. А какой главный урок, вы считаете, педагоги вам преподнесли? Ну, всё-таки человеческий. Человеческий. Оставаться всегда человеком, слышать человека, понимать человека, чувствовать его боль и говорить не врать. Не ври. Если не можешь не врать, молчи. Замечательно. В связи с этим, расскажите несколько слов о книгах, на которых вы росли, может быть, и чтобы порекомендовали ценителям театра какую-то книгу, одну или несколько. Ну, я каждый год читаю Станиславского. Каждый год. Разные книжки беру, но каждый год читаю его с карандашом. У меня уже Станиславский чёркнут, перечёркнут весь. И я каждый год нахожу в нём, в этом мудреце, театральном мудреце, великом мудреце. Нахожу что-то новое, абсолютно современное для себя. Думаю, что сегодня читать надо Станиславского. Книг было много, их множество, и все они очень важные. Я не могу выделить из этого количества хоть одну какую-нибудь, который сказал бы, вот, нет такой книги. Нужна образованность. Образованным надо быть, да. Образованным стыдно не быть сегодня. Ещё несколько советов зрителям. Может быть, как смотреть спектакли? Это чем-то отличается сейчас от прошлого? Нет. И тогда, и сейчас, если 15 минут тебе неинтересно, ты уже навеки потерян в театре. Театр должен быть интересным, занимательным, азартным, современным, острым, неожиданным. А может быть, всё-таки, как смотреть спектакль? Ну как? С каким-то чувством? Никаким чувством. Ты приходишь в театр, ты смотришь в театр. С тобой будут сегодня разговаривать на каком-то тебе понятном языке или непонятном тебе языке. И ты можешь принять этот язык, да, ты можешь принять этот язык, а можешь, наоборот, отказаться от этого языка. Тогда никакого контакта не произойдёт. Но если контакт произошёл, ты попадаешь в какую-то бездну, яму времени, когда ты не замечаешь, как оно течёт. Вот вроде всё началось, а уже прошло три часа, а ты не заметил, как это произошло. Несколько, несколько моих, в моей жизни нескольких таких моментов было. Несколько. Что вы вкладываете в свой спектакль? Я всё время рассказываю про самого себя. Этим и живёте? Да. Да. А что я могу ещё сказать? Я же не могу говорить о других. Я через других, через другие сюжеты, через это, я говорю всё равно про то, как я чувствую мир. Как я его понимаю, как я отношусь к людям, хорошо или плохо. Ну, как я, как я. Что бы вы пожелали будущим поколениям, зрителям? Будущим зрителям хорошего театра. Спасибо за интернет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!